итак всем привет сегодня мы решили приготовить плов в домашних условиях так как не все имеют печки не все имеют большие казаны специально для этого мы заказали в интернете маленький казан у нас казан на 4 литра ссылочку на то где я заказал казан на этого магазина на эту продавца я оставлю обязательно в описании если хотите себе на кухню такой же казан пожалуйста заказывайте все отлично казан просто огонь сейчас все увидите нас плов классический обычный без всякого так сказать изыска что мы для этого используем здесь все ингредиенты все буду по порядку добавлять рассказывать морковь лук чеснок острый перец рис естественно этот казан пачки это много будем брать половину такую пачку я обычно беру на большой восьмилитровый казан масло масло мы сегодня берем зигирное будем делать и хлопковое то есть масло будем добавлять пропорциях 1 4 то есть одна часть зигирного масла и три части или четыре даже части наверно хлопкового масла будем добавлять все и так мы приступаем первым делом первым делом чтобы я посоветовал рис у нас пропаренный обычный недорогой специально взяли для того чтобы каждый мог себе позволить плов не надо искать никакой обычный там авангард дизера и еще что то то есть вот самый обычный пропаренный рис сейчас половину мы пересыпем посуду и на несколько раз под холодной водой промоем так и так пачка у нас 900 граммовая ну половиночку как обычно немножко просыпав и так половина пачки мы убираем а это будем промывать сейчас наливаем сюда воды промываем на несколько раз пока вода не будет светло видите вода помутнела видно да что вода мутная видите что вода помутнела то есть данную процедуру я всегда делаю перед началом приготовления то есть сначала мы промываем рис и немножко его замачиваем и в это время пока он замачивается мы режем все ингредиенты так сливаем и так у нас получилось вот 7 раз ну как все советуют и не менее 7 раз вода в принципе практически прозрачная то есть сейчас мы сливаем эту воду немного добавим и пусть он стоит замачивается замочили рис и добавляем не полную столовую ложку соли все оставляем замачиваться пока мы нарезаем остальное так ребят значит смотрите что касается мяса значит мы всем делаем на говядину естественно как я уже ранее говорил своих видев баранину и мы не едим но я не ем а у нас здесь это примерно 500 600 грамм говядины и пара тройка косточек то есть прежде чем мы начнем нарезать овощи мясо я рекомендую но не только я рекомендую многие ребята с востока просто подсолить его немножко и мешать и пусть она тоже лежит обычно можно даже делать это на ночь мясо не будет сухим за это не волнуемся это наоборот она будет сочнее так посолили здесь у нас полезно вот на такие кусочки чуть меньше половины спичечного коробка так как казан маленький и вот косточки будем обжаривать обязательно все мясо оставляем приступаем к нарезке овощей начнем с лука лука я много добавлять не буду то есть мы сделаем следующим образом обычную среднего размера луковицу мы вот эту часть обжарим в масле а вот это порежем то есть порежем мы на четвертинки не на полукольца на четверть колец так луковицу порезали убираем ее в посуду народ пока убираю обратите внимание за ножей ножом пользуюсь самура ссылка также на на эти ножи будут в описании обязательно переходите смотрите заказывайте нож идеальный нож полтора года уже точил несколько раз всего пару-тройку раз так теперь что касается моркови моркови будем делать брать много у нас где-то 500 600 грамм мяса соответственно моркови два раза больше резки можно по-разному но я сегодня буду соломку сейчас я порежу и все покажу это мешается и теперь вот соломку нарезаем примерно по 3-4 миллиметра соломку даже ну по три наверно по 4 для этого казана крупный получится все мы сейчас делаем паузу видео вернемся когда я уже порежу морковь потому что это занятие не быстро мелко сильно тоже нет смысла чтобы она была видна клое смотрите у нас какое количество получилось моркови ребят ну а сейчас в процессе приготовления посмотрю сколько мы добавим может быть даже не всю придется добавить не знаю войдет она это вся в казан вообще по факту где-то надо мясо допустим килограмм начать килограмм 2 моркови ну будет вообще вкусно здесь у нас примерно килограмм все отставляем и что теперь берем наш казан ребят казан отличный смотрите он обожженный прокаленный смазанный теперь переходим плите и начинаем начинаем приготовление домашнего плова и так казан установили камеру настроили мотор поджигаем максимальный газ естественно на плите все это будет дольше нагреваться но я думаю мы справимся наливаем масло примерно сейчас посмотрим это зигирное масло наливаем наливаем хлопковое да примерно примерно 1 4 получилось теперь самое главное его хорошо нагреть и дальше приступаем масло накалилось отправляем нашем случае четвертинку лука и обжариваем ее до черна так четвертинку ребята обжарили видите она сама почернела она свое дело сделала после того как лук мы достали надо подождать минут пусть влага лишняя выпариться и начинаем обжаривать мясо первым делом обжариваем мясо на костю пару минут обжариваем и добавляем основное мясо смотрите как оно быстро поджарилось стало румяным теперь отправляем основное мясо и добавляем а и 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 где-то пару-тройку минут мясо обжарили теперь отправляем лук и жарим вместе с луком перемешиваем но не часто нам нужно чтоб все обжарилось смотрите какой цвет из-за массы получается ребята аромат стоит просто просто изумительный но это только начало где-то пять минут с луком обжариваем и будем добавлять морковь так где-то ребят минуты 3-4 примерно с луком обжарили теперь туда отправляем морковь а морковь у нас ушла вся разровняем пока не перемешиваем так продолжаем приготовление немножечко обжарим с морковью и начнем варить зирвак минутки две у нас морковь сверху полежала давайте все перемешаем давайте добавим специи я возьму несколько яходок барбариса кино мы очень любим плов барбарис и вот возьмем несколько щепоток зиры все ребят по специями я больше ничего не добавляет ничего не хочу очень люблю барбарис и зиру вплое все перемешиваем запах стоит из казана нереальный уже хочется побыстрее закинуть риф но еще рано теперь нам нужно сделать зирваку томить его томить будем минут 15-20 может быть 30 посмотрим перемешали теперь наливаем водички холодной воды не добавляем добавляем горячий немного воды так чтобы вот овощи были на уровень с водой и немного убавим огонь и томим минут 20 пока отправим чесночок зирвак у нас две головочки отправим острый перец зирвак у нас томится где-то минут уже 10 ребята необходимо посолить так как у нас с вами 500 грамм мяса я возьму не полную столовую ложку даже не полную а половина столовой ложки соли перемешаем чтобы мы могли чтобы соли разошлась и мы могли попробовать так немножко помешали дождем пока соль разойдется и попробовать зирвак должен быть ним не много но или в меру соленых так как мы еще посолили рис не забывайте самое главное здесь не пересолить вот соли разошлась сейчас мы пробуем нет сейчас в меру соленый нормально все еще минут 20 томим так ребята так смотрите сырвачок у нас минут 20 наверно уже 25 томится уже я думаю пора настала самая интересная пора добавлять рис извлекаем перец извлекаем чеснок предварительно я слил воду и теперь закидываем рис так рис разравниваем аккуратно сверху еще щепотку зиры добавляем воду через шумовку ребят воды не да не добавляем много так как рис мы замачивали смотрите какой цвет получается все сейчас я огонь на максимум выпариваем воду так ребят видите вода с поверхности ушла и кстати чтобы понять чтобы рис не остался каши или не говорилось можно всегда взять семечку риса одну штучку и попробовать и посмотреть стоит ли если чувствуете точно не готов можно подлить водички немножко в моем случае я бы еще немножко подлил но по чуть-чуть здесь главное соблюсти именно баланс жидкости сейчас я думаю самое время закинуть чеснок делаем такие от отверстия возвращаем чесночок ну и закинем острый перчик пусть отдает свои ароматы так смотрите можно видеть что 3 рисинки наполовину готовы влага еще есть вот если увидеть видно мы сейчас собираем вот так с краев центру то есть рис сейчас до где-то две трети готовности собираем вот так с краев центра видим что воды еще много но немного она еще есть берем вот так накрываем тарелочкой и накрываем крышку ставим огонь на минимум доводим рис до готовности оставляем примерно минут на 10 итак привет минут 10 прошло примерно открываем так извлекаем перец все он не нужен больше только для украшения теперь если чеснок нет еще один был смотрите весь рассыпчатый весь готовы ребят теперь нужно перемешать и оставить его минут на 10-15 просто отдохнуть в горячем казане выключаем газ и перемешиваем аккуратно расправляем каждую каждую резинку не спеша и вот так расправляем надо хорошенько перемешать смотрите весь рассыпчатый ничего сложного и итак ребят пока плов я перемешал накрыл крышкой он просто стоит 10-15 минут он доходит до идеального состояния мы приготовим закуску которая подается плову как подается подаем очень просто я думаю со мной согласятся многие плов со свежими помидорами подается прямо на ура отрезаем заднюю часть нехорошую и мелко 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 шинкуем помидорчики ножички немножко затупился у нас после морковки мы сейчас поточу но на помидоры нам хватит помидорчики мы отправляем миску так принципе вот на такое количество надо на один помидор лука нам достаточно мы его разминаем немного подсаливаем и обязательно черного перчика этого достаточно рис получился рассыпчатый абсолютно не хуже чем в казане я уверен давайте будем пробовать мясо 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 приготовилась обязательно закупри кусочку помидорчик домашних условиях слов приготовить вполне реально ребят напомню ссылки на покупку казана будет в описании рис самый обычный мясо говядина все ингредиенты вы видели ничего сложного обязательно готовьте дома на обычной газовой плите получается отличный плов подписывайтесь на канал всем удачи и пока